здравствуйте сегодня мы разговариваем с двумя молодыми философами валерия николаевна и виктория алексеевна пожалуйста здравствуйте у нас как у молодых любительниц философии религии и всего прочего возникли некоторые вопросы к богу некоторые вопросы религии в которых мы бы сегодня хотели разобраться для начала ну как у всех людей когда-либо в жизни возникает вопрос вообще для чего мы здесь существуем на этой планете да и отсюда вытекает вопрос как раз таки создания и появления адама и евы самих я посмотрела трактовки и вообще какие существуют взгляды вообще в какой момент появился адам и для чего его создали одна из них звучит так ну я сейчас понятное дело вкратце буду говорить что первое это по подобию своему бог создал и ну и все больше никаких моментов дальше не указывается соответственно сюда вопрос то есть он его создал как землю как птиц рыб и все остальное просто как своего сына вот и отсюда соответственно вопрос если при создании там планеты времени и всего остального учитываясь такой вопрос что все находилось в гармонии то как сейчас мы видим человек является явно деструктивным элементом существования всего на свете и отсюда непонимание небольшое а вторая тактовка была речь о том что он создал адама как человек который будет наблюдать и следить за его осадом вот и и там была фраза про то что он будет стоять над всеми над животными и так далее и тому подобное и отсюда вытекает такой же вопрос если мы были созданы с целью грубо говоря помогать и облагораживать место в котором мы находимся то сейчас совершенно обратный эффект и все идет как раз к пагубному влиянию человека на природу вот ну я считаю что процессе так сказать эволюции у нас появилась необходимость и способность все осмысливать мы это обсуждали поэтому мы строим себе различные модели задаем сами себе вопросы и сами себе на них отвечаем вот вы создали некую модель как с которой вы нас сейчас познакомили а вот вы включили в нее что-то из обычных верований добавили туда экологические требования греты тунга или как и зовут и все это заправили какой-то космологической концепции того что некий творец создал то ли садовника то ли сына у меня в молодости еще был такой принцип равенство и иллюзии вот я не считаю что ваша иллюзия более ущербна чем какая-либо другая иллюзия например правильный канон православный или какое-нибудь представление о мире какого-нибудь атеиста человеку не дано создавать точную как бы картину мироздания мы можем создавать только иллюзорную модель и я утверждаю что все иллюзорные модели они в принципе равны поэтому ваш вопрос заданный из этой модели он несколько бессмысленным потому что что вы хотите узнать какая у меня модель или вы хотите изменить какую-то свою модель вы хотите поменяться иллюзиями помериться иллюзиями пощупать иллюзии друг друга что вы хотите нет тут скорее всего я хотела бы узнать ваше мнение на тему того не является ли существование человека ошибкой я могу здесь свои кстати 5 копеек вставить я не очень много знаю религии но насколько я знаю вот бог создал человека вот потом я бы скушал это яблоко айфоновская вот и потом совершил грехопадение то есть именно тогда человек утратил возможность жить в идиллии с миром и друг с другом и самим собой ну давайте поговорим о системе координат какой системе мы сейчас разговариваем если мы разговариваем в строгой системе координат православной веры это одно некого обобщенного христианства то это другое а научного подхода то это третье социально психологического то это четвертое философского это пятое но одновременно говорить со всех точек зрения невозможно потому что в некоторых местах будут возникать жесткие противоречия между этими подходами мы можем поговорить во всех этих координатах но по отдельности с чего вы хотите начать так честно говоря лично меня вот что меня лично беспокоит это как раз таки воспринимание восприятия с точки зрения общественного как вы сказали социально психологического социально-экологического да психологического психологического социально-психологическое заключается в следующем что мы должны функционировать в обществе так чтобы не создавать проблем ни себе ни людям а задача психолога в таком случае если у вас есть какие-то отклонения привести вас к некой норме которая вам позволит нормально функционировать учиться знакомиться строить отношения работать рожать детей или не рожать детей в зависимости от той концепции которая нужна обществу и с другой стороны чтобы вы себя чувствовали более-менее комфортно на сегодняшний момент для такой социально-психологической концепции религия не очень нужно можно обходиться без нее а взамен обычной религии создана некая религиоподобная концепция некого блага общества экологии позитивного мышления целая как бы религия психологии это тоже вещи которые считаются что доказаны но когда начинаешь смотреть на все эти исследования оказывается что они постулируются чаще всего а доказательства очень слабы и вот в этих концепциях можно вполне все объяснить и без всякого бога но если очень надо то можно туда и бога засунуть вот то есть то как вы говорили вы указывали многие элементы из христианства и ветхого завета я как бывший священник могу вам сказать что в православии существуют некие постулаты каноны то есть некие утверждения не требующие доказательств но кстати такие же вещи у нас случаются и в математике аксиомы не требующие доказательств и так далее но у нас они считаются у них есть источник это некие откровения великих мужей прошлого Моисея, Авраама кому бог сказал, кто сам дошел кому сон приснился из всего этого собирается некая довольно четкая картина экономической веры которая окрепла в течение первого тысячелетия после Рождества Христова была утверждена на вселенских соборах когда собирались все епископы и считается, что такие соборы сопровождались духом святым который не позволял им совершать какие-то ошибки вот по этим канонам бог не может ошибаться раз бог абсолют он есть дух он всемогущ все ведущ все благ то есть, что бы он ни делал не может быть ничем неблагим он в трех лицах то есть, проявляет себя как творец бог-отец как дух святой некую действующую силу и сын воплощение бога человеку Иисус Христов вот весь план божий был задуман еще до начала времен как объясняют наши святые отцы зачем это было сделано ибо бог есть любовь богу ничего не надо но по любви своей он создает мир и этот мир создается для для проявления его любви потому что вы можете же быть очень любвеобильным но любить некого поэтому вы создаете себе некий предмет души который вы крепко любите и в этот предмет души засовываете всех кого поймаете так обычно мы занимаемся сотворением предметов души вот ну вот примерно так бог и поступил мог ли он этого не делать мог потому что бог всемогущий мог ли он ошибиться не мог было ли грехопадение предвидено богом безусловно ибо он всеведущий а была ли свобода воли у адама и евы не совершать грехопадение было было ли неизбежно что они его совершат скорее всего да потому что вечность очень долгое время рано или поздно они бы скорее всего совершили является ли грехопадение частью плана божьего да в чем заключается логика и план божий в том что любовь не может быть навязана она должна появляться как проявление свободы воли можно заставить ненавидеть заставить подчиняться уважать все что угодно нельзя заставить любить а поскольку бог есть любовь и вся цель мироздания есть любовь то необходимо снабдить его тварей свободой воли но наличие свободы воли предполагает и грехопадение и появление зла и восстание ангела света Деницы который пал и стал дьяволом то есть логика здесь заключается в том что для того чтобы проявлять любовь необходимо создавать свободу воли своим тварям для того чтобы проявлять любовь необходимо иметь этих тварей он проявлял любовь и сам к себе будучи троицей еще до начала времен но для полноты этой любви посчитал необходимым сотворить некое творение может ли творец не творить может не может ли он творить тоже может он все может тогда уточняю еще один момент то есть не знаю можно ли так говорить по мнению господа бога но по его задумке весь наш жизненный путь построен на том что мы должны своей волей прийти к его любви вернее прийти и полюбить его принять его и так далее то есть весь наш путь как раз сводится к этому хорошо так у меня вот вы затронули тему как раз таки древо с которого Ева съела плод вот у меня соответственно вопрос я очень долго времени не понимала в чем вообще ну смысл этого древа что это такое вот древо знание и познание что оно дает съев этот плод то есть понимание о добре и зле или как ну вот знаете вы были вот наивной девочкой когда-то порнографию не видели новостей не слышали и вы пребывали вот в этом владенческом невидении и чистоте но потом вам открылось знание знание о мире который может быть жестоким развратным вот это вот и было для вас съедание запретного плода вот такое же съедание съедение запретного плода уже вы не можете стать обратно ребенком наивным вы уже все это видели и все это постигли правда вот точно так же произошло и с Адамом и Евой для того чтобы пребывать в некой еще надо сказать что в мире духа желание слово и события и воплощения они одномоментно и поэтому когда вы находитесь в состоянии в неком несоответствующем состоянию Бога его благости чистоты святости вы от него отпадаете немедленно и как бы получается что вкусив от этого плода вы сами вываливаетесь из рая и не можете в нем пребывать больше вот такое понятие то есть грубо говоря состояние максимально приближенное к Богу вот это вот когда они находились в Сазе Эдемовском без яблока это когда ты не знаешь о всех невзгодах этого мира о боли горести и так далее когда ты максимально спокойно в гармонии с самим собой и душой так и не было горести и боли это случилось вместе с грехопадением весь мир был абсолютно совершенен но дав свободу воли и соответственно соблазн Господь сотворил необходимое для того чтобы предуготовить человеческие души для воссоединения с ним в результате свободного выбора и любви еще надо сказать что Бог существует вне времени конец времен для него также очевиден и существует единый момент с его началом не случайно тора на иврите написано очень странным образом когда перед формой прошедшего времени добавляется буква вав еврейского алфавита которая переворачивает прошедшее в будущее и будущее в прошедшее например и пошел моисей горе вэ алях это и пошел что может обозначать пойдет вэ и лех это пошел будущее меняется на прошлое зачем такая форма написания над этим многие бьются но это создает для тех кто знает древние вести ощущение вечно проистекающего действия и пойдет он туда туда и скажет он этот и вкусит она этот плод вот это и в то есть бог существует вне времени и души наши спасенные счастливые умиротворенные уже с ним и судьбы все уже давно решены для него а для нас как тех кто еще не посмотрел этот увлекательный фильм нашей жизни еще все непонятно мы его все еще смотрим но по настоящему уже все в полноте своей есть это только для нас несовершенных это все разворачивается вот такая концепция более или менее осовремененная здесь нету насилия божьего он не выгоняет из сада а отпадают они именно воспользовавшись своей свободой воли и ослушавшись его и в ад он никого не посылает а человек находясь в этом состоянии души не может не оказаться в аду точно так же как и человек с чистой душой и светлыми мыслями не может не оказаться перед лицом божьим и с ним вот такая вот лайт версия православия кстати вот очень хорошо что вы затронули вот эту концепцию того что бог существует не времени потому что я помню он как раз до того как мне Дмитрий объяснил я была таким атеистом очень уверенным в себе я ко всем подходила вот если бог всемогущ может ли он создать камень который он не может поднять вот а Дмитрий мне потом объяснил что вопрос задан неправильно бог существует не в времени а сама концепция сначала создать потом поднять его ее для бога существовать не может вот то есть он вездесущ он существует в любом моменте времени вот так что это интересно бог логичный так соответственно вот вы сказали про путь про то что у каждого свой путь но бог бог уже знает уже с ним мы все встретились и так далее и соответственно такая история тут больше уточняющий вопрос про там есть же выражение ну там не на все более божье а то что бог нам послал эти испытания да что мы должны пройти эти испытания и так далее не очень я понимаю этот вопрос про посылание испытаний но не очень понимаю этот момент но тут у меня непонимание больше вот в чем все что с нами происходит все проблемы которые с нами тоже происходят это все наших рук дело преимущественно и влияние внешней среды и соответственно когда происходит какая-то неприятность в нашей жизни возникает две ситуации либо воспринимаем это что господь бог господь бог послал нам это как испытание мы его проходим чтобы что стать сильнее мудрее умнее и опять-таки с другой стороны мы скажем если мы не рассматриваем это с точки зрения что это испытание господа бога что это наша проблема мы пытаемся прианализировать что привело нас к этому и как не допустить в дальнейшем подобных ситуаций вот и отсюда вопрос как раз таки больше про испытания грубо говоря зачем нам их посылают но это грубо звучит больше посылает ли вообще на самом деле нам испытания ну здесь опять же как бы как человек который жил духовной жизнью я бы сказал что это тоже напоминает как системы отсчета разные если вы живете с прицелом на духовную жизнь то он вам посылает а если нет то то что с вами происходит оно может происходить само по себе ну не то чтобы против его воли но может не иметь духовного значения то есть это опять же это есть мистический образ мысли да мифологический а есть психологический образ мысли научный образ мысли опять же если вы входите в эту парадигму то тогда все что происходит с вами происходит по воле божий все имеет смысл мир наполнен чудесами и включается логика включается логика божественная логика это похоже знаете как вот есть ньютоновская механика а есть инштейновская теория относительности и она включается только при очень высоких скоростях больших энергиях больших массах они те и другая и та и другая неправильно просто они действуют при разных условиях или есть квантовая физика и обычная механика они тоже обе правильны но все зависит от шкалы так же и здесь я считаю что очень опасно вступать в эту реку едва оставаясь одним одной ногой на берегу а другой значит в этой реке это довольно серьезная вещь я всегда говорил что религия это очень мощное лекарство а парацельс говорил что доза превращает лекарство в яд яд в лекарство поэтому с этим лучше не шутить то есть вот так вот чуть-чуть попробовать там это не надо это очень серьезный шаг вступать на этот путь этот путь очень тяжелый реальность религиозная реальность крестьянская православная религиозная реальность она требует полной отдачи себя своей жизни своей души всего в противном случае если вы сдадитесь посередине вас выбросит ободранной измученной израненной как из чур знает какой знаете адской машины и это то что произошло со мной вот очень многие могут претерпеть все это до конца а действительно он сначала дает удивительные какие-то дары новоначальным тем кто стал только что священником действительно какие-то удивительные события происходят совпадения чудеса а потом начинаются искушения да такие каких не ведали вы в своей жизни и они все усиливаются и усиливаются и претерпеть до конца это не всякий способен и не всякий может вот что происходит а происходит именно вот этот один и тот же трагический сценарий когда человек должен уподобиться во всем Богу а Бог настолько удивителен что он будучи всемогущим всеведущим унижается до такой степени что становится человеком дающим себя распять дающим себя на поругане претерпевающим до самого конца плачущим кровавыми слезами вот гусемани убирающим на кресте с криком отчаяния а что оставил меня Господи сам себе вроде как кричит раз он трех лиц вот вот это вот правда христианство часто скрывается от большинства людей и но она существует и вступая вот в эту парадигму вы неизбежно окажетесь в этой мясорубке искушений которые неизбежно доведут вас до отчаяния и только претерпев до конца как Христос и как многие святые вы таким образом спасете вот собственно в чем сложность а в чем бенефит главный в том что единение с Богом есть величайшее блаженство его твари это потустороннее состояние которое невозможно описать человеческими словами и вот эта возможность приближения к этому неумственному нетварному блаженству является целью и необходимостью всякой сотворенной души вот такая концепция так тогда правильно я поняла что все испытания которые ну если смотреть с точки зрения не психология а именно философия религия все испытания которые посылаются человеком они посылаются для того чтобы максимально огранить его душу чтобы она стала максимально приближенной к образу Бога да то есть вот вы сказали он создал по образу и подобию образ то он нам всем дал а вот подобие мы должны после грехопадения вернуть бацельмо ведмуто на иврите он создал по образу и подобию поэтому святых мы называем так преподобные они преподобные Христу Богу да вот такая концепция так и честно у меня есть еще один более как сказать практичный что ли вопрос не очень понимаю как происходит именно вопрос в церквях очищения вот очищения грехов прощения грехов и так далее когда человек приходит на исповедь и так далее когда я об этом обычно размышляла мне казалось что ты должен сам осознать свои грехи максимально проникнуться максимально сожалеть об этом и строить свою ну как бы приложить все силы чтобы это исправить грубо говоря отмолить и в дальнейшем этого избегать вот и поэтому я не очень понимаю вопрос именно отпущения грехов когда ты приходишь к проповеднику там или батюшке вот можете пояснить пожалуйста ну вот представьте вы умерли да это происходит иногда но вы не перестали существовать и в какой-то момент вы находитесь в этом тонком балансе рухнуть в какой-то бесконечный кошмарный сон который мы ассоциируем с адом или подняться какой-то прекрасный вездесущий везде проникающий свет почувствовать себя в абсолютной безопасности вот об абсолютном приятии переполненной любовью представляете вот и вот это вот стремление стремление к этому свету и есть стремление к Богу но когда вы отягчены допустим гордыней обидой ненавистью раздражением похотью ложью жадностью это будет вас отвлекать от этого света и наоборот тянуть бесконечный кошмар который мы испытываем сейчас в жизни но поскольку мы в плоти мы не можем сконцентрироваться на этом кошмаре плоть нас отвлекает а когда вы уберли она уже не отвлекает вас все самое кошмарное ужасное отвратительное низкое что вы пережили в жизни превращается в самую реальную реальность для вашей души вот что такое ад поэтому необходимо по возможности вот от всего этого очиститься а как можно очиститься очиститься можно только с помощью некого чуда потому что разбитый сосуд трудно сделать таким что как будто он не разбивался и вот это вот чудо дается в виде таинства таинство это некое действие святого духа самого бога которое может сделать эту перемену да поэтому по-гречески это называется мета-ноя изменение знаний мета-ноя покаяние да вот и происходит оно как это делал Христос но он дал это силу апостолам что свяжете на земле будет связано на небе что разрешите на земле будет и через рукоположение апостолы передали епископам и епископы передают своим помощникам священникам поэтому когда человек перечисляет все в чем он кается от чего он хочет избавиться и священник произносит вот эту тайную молитву разрешительную то происходит чудо и человек полностью освобождается от прощенных ему греков и действительно тот кто испытывал эти вещи говорит о том что он действительно выходит абсолютно с другим состоянием души словно бы эти раны были залечены рубцы остаются память о них остается но раны залечены вот в чем смысл таинства покаяния это как новое крещение то же самое происходит в значительно большей степени когда человек крестит когда он крестится это у него рождение свыше вот такая система веры я правильно поняла что по сути бог создал человека зависимого от себя самого то есть человек он зависит от божьей любви его благосостояние душа от этого зависит как и всякая тварь тварь не может быть абсолютно независима от дворца хотя бы уже в том что если творец ее не сотворит она не будет существовать согласитесь то есть нету независимой твари от творца может быть творец независим от твари но тварь независимая от творца невозможна даже вне времени даже в любом понятии поэтому сын его он нерожденный несотворенный прежде всех век он рожденный несотворенный прежде всех век это символ веры Соответственно, да, человек, он имеет источник своего существования и смысл своего существования в единении с Богом. А весь этот мир падший, безумно ужасный, является как временной средой обитания, ибо мы не от мира сего. Вот такое вот первое. Я все равно не понимаю, зачем вот Бог, если он такой любящий, такой классный, все-таки создал, дал нам возможность испытать. То есть он же по сути, когда создал вот это древо знания и познания, он по сути создал зло, он сам создал дьявола. Нет, дьявол еще до этого у него лопнулся с небес и так далее. Смотрите, этим вопросом задается Бергяев и мучается. И он говорит, что, ну вот что мы можем сказать о Боге? Ну, мы можем выделить какую-то личность Бога, какой-то характер. И что мы можем сказать? Наш Бог трагичен. То есть сценарий его мироздания заведомо трагичен. А было это его свободным проявлением или необходимостью, задается Бергяев. И он дает ответ, что предсуществует Богу бездну. И вот этот вот противоречие Бога и бездны создает необходимость трагичную. Но таким образом Бергяев нарушает как бы абсолют Бога. И это плохая задумка. Хотя очень хорошая, потому что очень сжато и четко характеризует, какой он у нас. А он у нас трагичный. Понимаете? И да, и мне это не нравится. Мне это не нравится, но мы все настолько погружены в его мир, настолько являемся его творением, что продолжительное восстание против Бога и сопротивление ему эффективное, оно, по сути дела, не очень возможно. Это все равно как, я не знаю, рыба, которая восстает против воды. Или человек, который восстает против воздуха. Ну, он может покорчиться пару минут, а потом все равно вдохнет. Мы вполне можем не любить то, что нам нужно дышать. Мы можем не любить очень многих вещей, но не дышать мы не можем. Я поняла Бога. Хотя бы. Учитывая, что он непостижим, учитывая, что он непостижим. Нет, это отговорка. Он постижим настолько, насколько он сам себя открывает. Все, что я сказал... Ой, это Митвей сказал уже вчера. Да, но это известно. Вообще, наша вера, она состоит, может, из 50-60 утверждений, которые можно уяснить, и это не так сложно. Почему мы остаемся, и все равно, даже если мне не нравится, я верю в то, что все эти вещи действительно такие, они наилучшим образом описывают все, что происходит с миром, что происходит с разными людьми. То есть, если мы начнем делать шоппинг разных религий, то другие религии хуже объясняют все то же самое. А если мы попытаемся вообще отойти от каких-либо религий, то вообще ничего не объясняется. Вне религии у вас нет ответа на вопрос, который Валерия задала. Валерия. Первое. В чем смысл? Наука не может объяснить, в чем смысл. Даже философия не очень может объяснить, в чем смысл. Она все равно... Вы говорите, ищите. Она все равно ударится в некую религиозность. И только религиозность может давать ответ на в чем смысл. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас еще 16 минут. Можете вы задать вопросы молодых. Молодые вопросы задали. Ну, а с чего вас понесло на религию? Честно? Да. Ну, у меня с ней очень тяжелая история. Нас как-то с детства нас прививали. Мы в церковь ходили. Но нам не давали полного образования на самом деле. То есть, когда это было нужно. Нам просто сказали там, ходим в церковь, Бог хороший, ты-ты-ты. И мы вот как ходили-ходили. А потом, когда начинается учеба, и все остальное появляется очень много вопросов. Потому что мир объясняется с абсолютно разных точек зрения. Начиная с Древней Греции, как в Древней Греции его объясняли, потом, как в науке начинают его объяснять, как психология какие-то явления объясняет. очень много конфликтов. возникает в голове. И с позиции еще не очень образованного ребенка у меня было очень много вопросов, потому что структуры, знаний не было абсолютно. И они на самом деле очень сильно мучили. И в какой-то момент у меня отношение к Богу просто переменилось на позицию... Он мне стал просто каким-то другом, что ли. То есть, я приходила в церковь с ним просто поговорить о чем-то своем. Я бы, конечно, хотела узнать, как у него дела, но он не отвечал. И в продолжительное время он у меня воспринимался именно таким образом. И я нашла себе объяснение, что человек может его воспринимать как хочет, в общем-то. Как карателя, как благословителя или как друга. И я его уважала за это все. за то, что он мне дал, за то, что... Ну, какие возможности, какая жизнь у меня есть. И за то, что он меня слушал. Вот. И чем больше... Ну, структуры знаний все еще не было. И потом, когда появились... Ну, мы прочитали... Читали Евангелие от Луки, от Матфея. Оно уже как-то не давало тех ответов, которые были нужны. Потому что главенствующую позицию занимал как раз таким более научный взгляд на жизнь. Вот. А еще вот это мифологическое представление и необходимость какой-то духовной поддержки, она оставалась. И, соответственно, конфликт еще сильнее рос. Потому что я буквально не понимала, почему так, а не иначе. Вот. И я очень любила читать, может, скорее всего, вы знаете, Айзека Азимова. У него есть книга как раз-таки сравнения научного объяснения створения мира и религиозного. Вот. И мне очень нравился этот компромисс как раз-таки, что можно рассматривать, как ты хочешь. Если ты хочешь докапываться до мелочей, они всегда найдутся, ты будешь это. Но они не имеют никакого смысла в общей картине. И я жила с каким-то таким компромиссом все это время. Вот. Но вопросы, которые как раз-таки конфликтовали с точки зрения, как раз, вот как вы правильно сказали, разности координат, которая мне была задана моими родителями, школой, образованием, другим, ну, воспитанием моим. Вот. Она как-то не дает устаканиться некоторым вопросам. Из-за обсессивно-компульсивного меня все крутит и крутит и крутит по ним. Почему так? А зачем? А когда? И вот. Так вот. Но сегодня у вас произошло полное, так сказать, прозрение, когда мы разделили разные системы координат. Ну, я бы сказала так, мне стало легче. очень вредно брать инструменты из одной системы и применять их в другой. Вот есть сейчас в сети и ученые верующие, есть вот математик, доктор наук Заватеев. Он верующий, но он математик. Но он никогда не перемешивает эти вещи. то есть отдельно, он говорит отдельно о вере и отдельно о науке. Это все равно как, это хуже, чем перемешивать человеческие языки. То есть начинать говорить на одном и на другом, потому что у человеческих языков есть эквивалентности. А вот у религиозного языка и у научного языка и у психологического есть вещи, которые невозможно выразить взаимозаменяемым образом. И поэтому следует даже внутри религии следует говорить внутри какой религии, какой религиозной концепции мы разговариваем. Чем православие удобно, что оно довольно универсально и довольно неизменно. Потому что если вы пойдете к протестантизму, там каждая группа, каждое движение, каждое ответвление будет нести что-нибудь свое. У нас в принципе если проделать огромную работу и ознакомиться с толкованиями святых отцов, то вы выясните вот где-то 50-60 более или менее четко сформулированных истин. и эти истины будут практически неизменны в работах ранних святых отцов первых столетий после Рождества Христова и современных брошюрок. Но религия покрыта очень толстой коркой, стеной отторжений. Во-первых, из-за того, что мы все подвергаемся особым искушениям, то таких подлых и гадких людей, как я видел в церкви, я в обычной жизни не встречал. И, видимо, и сам становлюсь гадким и отвратительным. А второе, что она очень отталкивает, потому что мы забыли сказать, существует некая супротивная сила, которой Бог не очень сильно противится, потому что считает, что она для нас полезна. Знаете, как мудрая мать позволяет ребенку переболеть детскими болезнями в детстве, чтобы не было хуже потом. Так же и это. Для необразованных бабушек мы, честно говорим, бесы, а для образованных девочек мы говорим супротивные силы или что-то такое, которые, в принципе, неактивны, когда вы не лезете в этом направлении. Но стоит вам направиться туда, в церковь, попробовать молиться, попробовать исповедоваться. Они вам такое в жизни наделают, чтобы близко вас туда не подпускать, а если подпустят, то начнут вам последовательно рушить в жизни все. И это, пожалуй, самое огромное искушение, понимаете? потому что мы продолжаем жить здесь. И поэтому я говорю, пока мы мысленно и полностью не отказались от всего мирского и не сказали, что все, в этом мире мне ничего не держат. Ни мама, ни папа, ни молодой человек, ни это самое. Я вот хочу только к Богу. Только к Богу и все. вот тогда есть вероятность, что человек может это выдерживать. А в противном случае может быть как бы контрпродуктивный результат. Вы как бы пойдете туда, а жизнь станет становиться невыносимой, потому что эти супротивные силы не хотят, чтобы вышли в том направлении. А можно личный вопрос? Да? у вас бывало такое прям стойкое ощущение, вы сталкивались ли вы с таким ощущением, что вы нуждаетесь в Боге? То есть прям именно нуждаетесь? Ну конечно. Есть обстоятельства в жизни, когда ты ничего не можешь сделать. Я его несколько раз что-то просил и получал, а потом что-то просил и не получал, а потом не просил и получил. Ну конечно, ну а что, когда вы абсолютно бессильны что-то сделаете, и все, что вам остается только молиться, вот вы молитесь, что можно еще сделать. Но вот эта привычка и умение молиться, она полезна. Хотя бы знать одну молитву наизусть, типа хотя бы Иисусова молитву Господи Иисус Христе Сыне Божи помилу и греш Господи Иисус Христе Сыне Божи помилу и греш и Отче наш тогда в каких-то обстоятельствах жизненных страшных вы сможете ее повторять. И во-первых народом замечено, что это помогает, во-вторых это помогает чисто вам, то есть вы чем-то заняты. Поэтому я считаю, что это очень важное оружие, которое нам все-таки дают и хорошо его знать. Вот я вижу у вас крестик. Это амулет больше. Ну вот лучше крестик носить на таком шнурке. Видите? У меня еще крестильный крестик. Да. Я когда задавала вопрос, я больше не подразумевала, что там в каких-то сложных жизненных ситуациях нуждаться в господи. Там понятное дело, когда все, ты ничего сделать не можешь, помоги пожалуйста, помоги пожалуйста нормально сесть, или еще какие-то более серьезные проблемы. Я больше спрашивала про стойкое желание на длительное время. То есть даже когда у тебя в жизни все хорошо, но ты пришел к Богу, когда у меня в жизни было все хорошо. Вот, мне я больше про это совершенно ненормальным образом, на фоне полного благополучия, и совершенно разрушил свою жизнь, потерял семью, потерял все свои сбережения, потерял дом, потерял все. Вот, мог продолжить, еще попасть в тюрьму и претерпеть уже абсолютно до конца, но не выдержал, и поэтому как ободранную курицу меня выбросило, так сказать. Вот. Но об этом же вам не говорят, когда вы идете в церковь. И мне кажется, в этом заключается глубокая подлость скрывать, в чем заключается истинная суть нашей вверх. Она заключается в несении креста, в крестном пути, страданий. А почему вы говорите это личный вопрос? Тут собственно я не советую, если вам нету каких-то особых надобностей, туда вообще близко лезть. живите своей нормальной жизнью, наслаждайтесь всем, что можете, не забивайте себе ни голову, ни душу, ничем. Если Богу надо, Он сам составит такие условия, что у вас не будет иного выхода, кроме как обращаться к Нему. А в противном случае самой туда. Это как знаете, в полицию лучше не ходить, если не надо. Правильно? Вот что в церковь, в больницу, в школу, в полицию, лучше в суды, лучше не лезть. В военкоматы. Если не зовут, не приходите. Даже если зовут, надо 10 раз подумать, ходить или не ходить. Смотрите, самые любимые мужи, святые Бога, их по нескольку раз звали. Они сами-то не напрашивались. И Аврааму, и Моисею. Им это, в общем, всем нафиг не надо было. А Иону, он просто сбежал. Бог ему сказал, Иона, который потом кит съел. Говорит, иди ты вот этим, там, типа ИГИЛа тогда было, там, государство очень жестоко на Новитяне. И, скажи, если они не выразумятся, то я их всех порещу в течение, там, очень краткого срока. Ну, какой в своем уме человек такое сделает? Он взял, сел на корабль и, и что вы думаете, буря за борт, его кит проглотил, три дня, там, мучил в желудке и выплюнул обратно на берег. И тогда он уже понял, что не свинтите, надо идти. Он пошел, и о чудо, и те покаялись. Вот. То есть, получается, что, в принципе, самому вызываться и лезть туда не надо. Лучше не надо. Я полез. Я полез. Я полез. И получил. Я потом нашел это объяснение. Мне хотелось любить людей. Вот. Вдруг. Я потом нашел биологическое объяснение, то, что наш вид, он любит друг друга поддерживать за счет этого выживает вид, и это создает определенные гормональные бенефиты, как влюбленность. Но в нашем обществе это считается идиотизмом все раздавать направо и налево. Единственный как бы резон, чем это можно как-то прикрыть, ну, христианство и то. Ну, и вот мы сошлись на это вместе. Вот. Абсолютно альтруизмом? Ну, ну, да. Но он тоже плох, когда он абсолютный, потому что если он абсолютный, то вы погибнете. Ты ни с чем остаешься. Потому что ни с чем, это не так плохо. Но вот если вы погибнете, это нехорошо от своего альтруизма. Поэтому не надо лезть куда ни просим. Религия очень сильнодействующее средство и очень опасно. У Бога характер трагический. Если у вас у самой не такой же характер, как у него, то лучше к нему не лезть. Рано или поздно само как-то будет. жить, наслаждаться жизнью, радоваться. Вот собственно все. Не осуждать никого. Это очень освобождает. Никого не осуждать. Спасибо вам, Борис Юрьевич. Спасибо. Правда спасибо. Молодое поколение благодарит. Спасибо вам. До свидания. До свидания. хорошего. Редактор субтитров